Я Пол Викси из Foresight Security. Наверняка кто-то из вас уже меня знает. Я был в DNS-сообществе и отвечал за так называемый BIND. Я люблю область DNS. Я ушел из этой области несколько лет назад для того, чтобы работать в области интернет-безопасности. И первое, что я обнаружил, и что в области безопасности как раз много что связано с DNS. И об этом я буду говорить сегодня. Итак, давайте я вам поясню нечто о DNS как таковом. Потому что мы не можем понять его роль безопасности до тех пор, пока мы не поймем в чем его суть. Особенно в области безопасности. Поэтому я немножечко поговорю о технической информации в области DNS. Но это не техническое обучение о том, что такое DNS. Присоединяйтесь, пожалуйста. Есть много определений интернета. Спросите политика, антрополога или технолога. Вы получите разные ответы о том, что такое интернет. Для меня лучший ответ. Это вот ответ, который предоставлен себе от Сета Бейтбарта. Он в математических терминах. Причина почему это определение является хорошим. Потому что возможно создать сеть, которая общается по интернет-протоколу, который не связан с другими направлениями, которые не являются интернетом. Потому что это сеть сетей. Интернет – это сеть сетей. Это рекурсивное определение. И поэтому то, что я пытаюсь в этом определении указать, это то, что мы называем интернетом. Это большая порция тех сетей, которые могут обмениваться пакетами друг с другом. Апи-пакетами. И что важно в этом определении, то, что касается особенностей DNS, системы доменных имен, это то, что интернет описывается в области доступности этих пакетов. Иными словами, многие из нас думают об интернете, о том, что мы видим на экранах наших смартфонов. Но суть и основа – это то, что интернет состоит из пакетов. И эти пакеты, каждый из них имеет адреса для того, чтобы достичь кого-то частью контента или разбить свой контент на эти пакеты и отправить их рецепиентам, которые будут получать эту информацию. Таким образом эти IP-адреса, они являются основой всего. Фактически суть интернета в пакетах, которые обладают адресами, и поэтому они называются IP-интернет-протокол. И мы накладываем это на многие другие вещи. Когда смартфоны возникли на рынке, они тоже являются частью веба, чем интернета. И то, что мы видим на наших смартфонах – это информация, которая поступает к нам через протокол HTTP и содержит связки с HTML-языком. Но так или иначе, интернет сам по себе – это нечто большее, чем веб, чем сама сеть. И для меня самым важным пересечением – это не сеть, а именно DNS как основа фонова. Когда вы делаете что-то, вы отправляете почту, вы кликаете на что-то в вашем браузере, кликаете на что-то на своем телефоне. Вы создаете TCP-IP-сессию между вами и кем-то другими, и, говоря на TCP-IP-протоколе, вы сохраняете что-то, получаете, и мы получаем какой-то ответ по этому запросу. Но перед тем, как вы начнете говорить TCP с другим концем, делается DNS-запрос адреса, в рамках которого перенаправляется это действие. Иными словами, DNS создан на основании интернет-протокола, но он также, практично говоря, это TCP-IP, зависящее от DNS, это TCP-IP-протокол. И вы можете подумать, что так как вы не вводите такое большое количество доменных им 20 лет назад или 15 лет назад, очень часто было необходимо введить там www.что-то.ru в браузере для того, чтобы получить контент на этом сайте. Но в большей части, когда мы занимаемся поиском, мы просто либо кликаем на что-то, но это не обозначает, что DNS стал менее важным или менее релевантным. Просто пользовательский интерфейс улучшился значительным образом, и мы уже не ищем сам DNS, но имеем более большую часть, которая уделяется невидимой стороне вопроса. Все, что вы можете найти, достижимо только потому, что оно имеет доменное имя. Все веб-ссылки, они связывают одну страницу с другой страницей, используя URL-ссылки, которые опять же используют доменные имена. Поэтому, что очень важно, нам важно помнить также вопросы и последствия безопасности использования DNS и приложения безопасности в области DNS. Это является сутью всего. И интернет достижим только потому, что у нас есть некая карта, а эта карта состоит из DNS. DNS-адресов. DNS имеет очень глубокую внутреннюю структуру, и если она правильная, приблизительные адреса недостаточны. То есть, вы не можете две части цифры или две буквы слова использовать. Вы должны очень четкий адрес задавать, в зависимости от того, к какому контенту вы хотите получить доступ. И это очень сильно отличается от сервиса ХУИС. Многие из нас задают вопрос, когда они регистрируют доменные имена через сервис ХУИС, мы просим информацию через ХУИС-протокол. То есть, если вы предположите криминальное использование, последнее, что вы хотите от ваших жертв, это чтобы они знали ваш домашний адрес, телефонный адрес, куда можно отправить полицию и где вас могут арестовать. Таким образом, сервис ХУИС чаще используется криминальными, потому что он скрытый. В ХУИС вы можете иметь приватность, но в DNS приватность не существует. Поэтому, если вы даете неправильный DNS, вы не можете получить доступ к контенту, к информации. Да, было бы, конечно, прекрасно, если бы мы могли перейти с индустриального поколения в интернет-поколение. И если бы мы каким-то образом смогли сделать такой переход незаметным, мы были бы все хорошими людьми. Но, к сожалению, это никогда не происходит, потому что криминальный элемент всегда является частью нашего общества, вне зависимости от того, где это общество строится. Таким образом, мы не создаем интернет только для того, чтобы... Интернет создается не только для того, чтобы достигать хороших целей. Но онлайн-преступность, как и все остальное, все, что вы хотите делать в интернете, также становится возможной по причине структуры DNS. И мы видим много негативных последствий этого. Например, дешевные доменные имена, которые создаются для единождых, для одноразовых атак, и затем тут же выбрасываются сразу же. И я поговорю об этих одноразовых DNS-ах попозже. Также мы видим DNS-реестры, интернет-сервис-провайдеров и другие компании, которые специально направлены на криминальные сообщества. И это создает некий эквивалент интернет-территорий для плохих намерений. Где... Знаете, в городах тоже есть вот эти вот районы, где живут криминальные элементы. Но в большей части интернета и суть DNS-а такова, что нужно следовать определенным правилам, иначе вы не сможете выполнять то, что вы хотите достичь. Я уже упоминал, что будет небольшая информация о DNS-е. Это вот единственный слайд, например, который говорит об этом. Я объясняю. Доменные имена, они группируются в зоны. Некоторые доменные имена похожи на другие. Например, example.ru, например. Это зона. И это является зоной ру, которая сама является по себе частью корневой зоны. В целом говоря, когда вы переводите DNS-контент, вы переносите его из зоны в зону. Также это становится возможным, когда вы смотрите на конкретное имя. Вы смотрите, к какой зоне это имя принадлежит. Как только вы знаете это, это становится релевантным. То, что у каждой зоны имеется свой сервер имен. И к этой зоне нельзя получить доступ, если у вас нет того, что говорит вам о том, что содержится в этой зоне. Эти именные серверы, они имеют свои адреса. Вот эти адреса. Вот это V4 адреса, но также адреса версии 6 тоже скоро начнут появляться в поле деятельности. Вы не должны быть именным сервером. Но также веб-сервер IP.NET тоже имеет свой адрес, который может использовать для DNS. DNS не волнует, что имеет адрес. Он просто отмечает, что именные сервера должны содержать эти адреса, чтобы DNS сам по себе работал. И в конце концов, все эти адреса группируются в интернет-блоге. В нет-блоке. Вот видели интернет-блок слаж-24. Это вот эти все адреса. И как только вы знаете IP-адрес, вы можете посмотреть, какому нет-блоку он принадлежит. Это становится важным, если вы хотите знать, что же находится в том же самом нет-блоке. Например, слаж-24 или слаж-28. Там 16 адресов IPv4. Естественно, пару лет назад у него уже закончились все эти адреса. И он сейчас уже на парах работает. Он становится все меньше и меньше, и меньше этих нет-блоков остается. Для того, чтобы полностью использовать это пространство, которое... Но так или иначе, это то, что вам необходимо знать для того, чтобы понять вопросы и последствия безопасности в использовании DNS. Я буду ссылаться на эти концепции чуть попозже в своей презентации. Итак, было бы несправедливо говорить о DNS и безопасности, не поговорив о DNS-безопасности как таковой. Поэтому, вкратце, позвольте мне сказать вам то, что DNS может быть более безопасным. Например, если вы делаете передачи зон между собой и каким-то регистром, кто, например, поддерживает домен второго уровня. Также подписи зон. Один именной сервер валидирует валидность другого сервера. Также можно контролировать обновление каждой зоны, используя TSEC. TSEG. Но с другой, DNSSEC – это большая система, гораздо больше, чем TSEG. Она позволяет зоне, чтобы она подписывалась. И это обозначает, что вне зависимости от того, какой сервер выделяет контент для зоны, у каждой из этой информации имеются собственные подписи, которые генерируются на основании ключей. И сами ключи используют DNS. То есть, когда вы получаете какие-то данные, когда вы делаете DNS-запрос, к примеру, вы получите эти подписи. Вы можете посмотреть на ключи. Таким образом, вы можете принять решение на основании крипто-аутентификации. Какой контент вы читаете, генерируется ли он владельцем этой зоны или нет. Это очень важно, потому что традиционно DNS был полностью небезопасен. То есть, любой человек посередине мог заспуфить любые данные, которые он хотел, и вы могли этого не заметить, что это было сделано. Таким образом, DNSSEC является очень важным. К сожалению, DNSSEC ему потребовалось 18 лет для разработки и 6 лет развертывания. Таким образом, он был не очень хорошо развернут, честно говоря. Но мы можем посмотреть на историю DNSSEC и увидим, что он никогда не был развернут в соответствии с полноценной идеей. Некоторые приложения, они работают не так, как они изначально предполагались. Поэтому я хотел бы поощрить вас, почитать немного на эту тему. Так же, как я рекомендую почитать и про TSEC. Но наша тема немножечко отличается. Я не буду говорить о Secure DNSSEC. Я буду сейчас разговаривать с вами о векторах атак, а также факторах защиты, которые могут являться очень важными в DNSSEC, когда вы пытаетесь защитить собственные активы. Простите меня за это. Итак, вкратце, здесь вы видите поток данных через DNS-систему. Снизу вы видите ваш телефон, ноутбук или любой другой сервер в любом офисе, в любом месте. И они делают запросы для того, чтобы выполнять свою работу. Они делают эти запросы через рекурсивные и именные сервера. Рекурсивный и именной сервер помнит все, что его просили в ближайшее время. Таким образом, если такие же вопросы будут поставляться, то он быстро сможет через кэш отреагировать. Но путь данных между вот этими двумя нижними облаками имеет PII, персонально идентифицируемая информация. PII. И в России и во многих других странах мира обработка PII является вопросом национального закона. Вы должны быть осторожными с этими вещами. И в частности, вы не хотите быть тем, кто использует рекурсивные и именные сервера и так далее. Вы должны защищать вот эту нижнюю связь. Но если рекурсивный сервер просит чего-то, чего он не знает, чего не находится в этом кэше, он будет из authority серверов. И вот эти authority сервера будут назначаться. И они как раз содержат в себе зоны, адреса, имена и другие вещи. И в этом-то, в принципе, и все. Это вся структура потока данных DNS. И он работает быстро именно потому, что он такой простой. Итак. Я говорил о том DNS, каким он был. А сейчас мы поговорим о DNS, каким образом неправильно используется. Итак, давайте посмотрим о spoof source attack. Здесь атакующий в верхнем пузыре передает небольшие пакеты, замаскированные пакеты, как DNS-запросы. Они достигают этого рефлектора снизу. Вне зависимости от того, он создает эти пакеты очень осторожно. Атакующий. Запросы, которые рассматриваются снизу, они поступают в цель слева. Таким образом, респонс или ответ, который больше, чем вопрос, они передаются к текущему источнику запросов. Это цель слева. И это очень сильно может ему повредить. И очень сложно кому бы это ни было, чем Google или, например, Facebook или Club Slayer или Ekamai, принять неограниченное количество подобного типа стороннего трафика и оставаться в онлайне. И это очень сложно. Таким образом, изначально он использовался правительственными подрядчиками и исследовательскими организациями на ранних днях своего создания. Таким образом, все целевые адреса в пакетах играют очень важную роль. Если у вас нет правильного адреса, вы не будете знать, куда направить свою информацию. И таким образом, адрес цели был важен, а адрес источника был неважен изначально. И в большей части интернета ситуация тоже была такова. И для интернет-сервис-провайдера не была насущной практика открытия адресов источников. И, естественно, они не получали это никакой пользы. Если ты интернет-сервис-провайдер, компания-университет, ты можешь предотвратить подделанные пакеты, чтобы они не уходили из вашей сети. И только единственный бенефициар – это какая-то сторонняя сеть. Это вам никак не поможет, если вы будете закрывать по источникам. Потому что ваши конкуренты тут же могут подхватить эту информацию и могут создать хорошее конкурентное преимущество. Поэтому на это бюджет никто не просит. Мы не можем решить сам интернет и остановить спуфинг как таковой. Но вместо этого мы можем стать лучшим рефлектором. То есть вот эта коробочка внутри, вот этот рефлектор, отображатель, к моменту, когда пакет проходит через интернет и приходит на другую сторону, он легитимно может происходить откуда угодно. И вы не знаете, как рефлектор пакета, произошел ли он от цели или от кого-нибудь другого. Но DNS-даны имеют определенные свойства. Они не будут задавать один и тот же вопрос снова и снова. Потому что у вас есть кэш. Таким образом, посредством, посмотреть на последствия использования этого кэша, вы сможете угадать достаточно эффективно на рефлекторе, вы можете угадать достаточно эффективно, какой пакет является частью DDoS. Просто потому что некоторые из них не должны повторяться настолько часто, насколько они повторяются. Поэтому то, каким образом система работает, потому что вы сами по себе можете быть целью DDoS-атаки, вы можете быть уверены в том, что ваш DNS-контент остается в онлайне. Если вы массивно перегрузите свои сервера, это обозначает, что ваш сервер-имеон является идеальным DDoS-рефлектором. По причине того, что вам необходимо было создать по целому ряду причин, вы становитесь идеальным рефлектором против чужих атак. Но мы разработали вот эту логику реагирования, как раз когда я работал в DNS-е, и мы развертывали ее в NSD, и также в Node, cd.net labs. И эта технология была очень эффективна, я вам покажу через пару моментов, но я хочу упомянуть также, что если вы запускаете авторити-сервер, и вы не включите эту технологию, пожалуйста, подумайте дважды, исследуйте, посмотрите на конфигурационные нобы. Я приведу вам пример того, почему вы захотите это сделать. Aphelios управляет .info доменом, это первое поколение новых GTLD, который был создан примерно 10 лет назад. он не абсолютно популярен, потому что все в основном любят .com, но так или иначе, в последнее время там было очень много регистраций, и они получили достаточно большой трафик, и авторити-сервера для .info также были запущены, и вот на этом графике вы видите выше нулевой точки, здесь, трафик запросов, и вы видите, он пикует примерно на уровне 2 гигабита в секунду, этого трафика, и вот вы видите, что реакция относительно более низкая, а извините, все наоборот, вот это реагирование, а вот это вот объем запросов, вот новые запросы 100 мегабит в секунду поступают, здесь они подскакивают до 215 мегабит в секунду, и здесь вот пакеты, респонс-пакеты, я неправильно вам показал сначала, и здесь вы видите, что очень интересно, у них был период, в котором вообще не было никакого трафика, это было очень нестандартно, трафик по DNS никогда не останавливается, но и респонса за этот период также не поступает, скорее всего, проблема была в апстриме, и вот они начали получать звонки, и жалобы от целого ряда жертв дидос-атак в интернете, которые просили, прекратите нам отправлять эти реакции, и что они сказали, это традиционно, что вы говорите кому-то, когда кто-то просит вас остановить дидос, а вы не отвечаете на запросы, и тогда мы не будем отправлять никакие запросы, это то, что вы хотите, и что это означает, что .info для вас исчезает, то есть вы не получите вообще никаких ответов, и что тогда вы можете сказать, нет, я не хочу, чтобы вы меня закрыли, я не хочу, чтобы вы фильтровали мой трафик, просто не реагируйте на мой трафик, который от нас поступает, и вот к моменту, когда трафик проходит через интернет-кор, он легитимно может происходить откуда угодно, таким образом ничего не было возможно в этом отношении сделать, до того, как мы выпустили DNS-рейт-рэбиди-пэтчи, патчи, и вот в четверг этой недели, что произошло, когда мы выпустились, запросы продолжились, но трафик ответный, он уменьшился выше 100 мегабит в секунду, даже если дидос все еще продолжался, иными словами, подделные пакеты продолжались, сервер реагирования, он мог угадать, какие из этих запросов были легитимными, а какие из них являлись частью дидоса, и эта информация, может быть, является и не такой важной, как я вам говорю, потому что он менее популярен, чем dot.com, но так или иначе, многие компании в мире используют dot.info, поэтому это могло бы повредить этим компаниям, если бы они не установили эту логику, и этот патч, и знаете, когда люди начали жаловаться, они говорили, что мой домен упал, что вы делаете? После внедрения этого патча, эти жалобы упали практически до нуля, и гигабиты трафика прекратились, и мы прекратили получать жалобы от всех этих пользователей, то есть это была огромная выгода для них, и также для тех из вас, это было бы большой выгодой установить DNS Response Liberty RRL. Это абсолютно бесплатный патч, который вы можете установить, и нет никакой оборотной стороны в этом патче RRL. Итак, давайте поговорим о доменных именах. Первоначально, когда в Соединенных Штатах Америки, когда это было изначально предложено, было сказано, что мы сможем сгенерировать электроэнергию с использованием атомных реакций, но тогда электричество будет настолько избыточным, что основная затрата будет на измерение электроэнергии, чем на генерирование. Но это не произошло. Выяснилось, что атомная энергия стала более дорогой, чем изначально это было. Но это был не первый раз, когда маркетинг сыграл такую роль и скакал впереди коня. Но слишком дешево для измерения вот эта вот фраза, она закрепилась. И мы подошли к этому. Мы использовали сообщество и заставили опустить стоимость доменных имен. Благодаря этому мы сделали с самыми лучшими намерениями, мы сделали это пошагово. И я приведу вам пример. Когда SpamAssassin, это open-source антиспамерский фильтр, когда он был выпущен, у него было несколько эвристических машин, которые смотрели на настроенные электронные почты, и они видели, что они неправильны. И это электронное сообщение подразумевалось как спаминговое. И если вы добавляете единицу к скорую, то он отвергал электронное письмо, и оно падало в спам-ящик. Это был значительный шаг вперед, потому что эти спамеры не могли нас достичь. И в те старые дни это был хороший, серьезный шаг вперед. Но чему мы научились после этого, это то, что некоторые из нас в тот момент времени знали, что спамеры, они быстро адаптируются. Они никогда не достигают момента, что вы мне слишком усложнили работу спамера, и я больше спамить не буду, и пойду найду работу. Нет, этого никогда не произойдет. Но что произошло вместо этого, мы использовали эвристические модели в спам-ассассине с чистыми дотед-кводы IP-адреса. То есть, например, эта электронная почта по этому адресу обозначалась как спам. И спамерам было очень сложно вставлять доменные имена, потому что у них не было и, они говорили, например, HTTP, колонка, slash, slash, и затем доменное имя. И мы использовали это как индикатор того, что спам является спамерским. И спамеры перестали это использовать. И находясь под давлением других экосистем DNS, когда мы сделали доменные имена более дешевые, они начали использовать собственные доменные имена, потому что они знали, что мы будем искать как раз именно нелегитимные доменные имена. Это было... Я был ужасным отцом своим детям, и по мере того, как мои дети росли и делали предсказуемо ужасные вещи, как мы все, как дети это делали, я задавал им постоянно вопрос, а что ты думал, что произойдет в последствии этого действия? Это то же самое, что я задавал вопрос, а что вы думали, что произойдет в результате этого? Когда спамеры начнут обходить, какой будет ваш следующий шаг? Потому что вы должны продумать игру на несколько шагов вперед. И поэтому частью результата этой работы было в том, что EPP протокол, сначала был RRP, затем EPP, он подразумевался для того, чтобы расширить DNS, чтобы .com стал не единственным местом для регистрации имен, и появилось большое количество регистраров и реестров, ICAN пытался регулировать все это естественным образом, и это создало так называемую гонку за доменами. Кто создавал эти домены имена быстрее и дешевле, тот получал большую долю рынка, потому что это делало рынок достаточно гибким, потому что вам могли выбирать именно которые вам были необходимы, и поэтому неизбежно проигравшие это были те, кто этим не занимался. Им необходимо было адаптироваться, потому что появился огромный спрос на новые домены. Это я как раз перехожу к следующей теме. И необходимо упомянуть, что было время, когда для того, чтобы получить новое название .com, .net или .org, вам необходимо было создать запрос, и в следующий вторник или в четверг ваш запрос получал ответ. То есть требовалось 3-4 бизнес-дня перед тем, как вы получали свое доменное имя, и оно регистрировалось. Я думаю, это было очень хорошая система на тот момент времени. Доменные имена, которые требовали столько многовременной регистрации, они были более ценными, но неизбежно кто-то сказал, мы должны назначать доменные имена. Я хочу иметь привлекательный суффикс .biz или .что-то, не .com, что в Соединенных Штатах Америки обозначает, что никто его не хочет купить. И поэтому вопрос был, как я могу сделать свой продукт более привлекательным. И в конце мы сказали, ну, мы делали релизы доменов дважды в неделю, а давайте будем делать их каждый день. Это сделает нас более конкурентными. Естественно, для этого много времени не потребовалось. Если мы решили, что мы будем делать это каждый день, то тогда мы хотим оставаться первичным источником для этого. Давайте будем делать это раз в час. Нет, но если мы будем делать это раз в час, давайте будем делать это раз в пять минут. И до тех пор, пока мы до скорости света не достигли, вы можете менее чем за 30 секунд получить свое доменное имя и уже получить его в доступ. Но что это нам дает? Чем мы становимся быстрее? Если мы становимся быстрее, чем сеть, сама по себе первое использование, к которому это приведет, это уменьшит вот эту 30-секундную задержку для имен перед запросом его получения. И, естественно, это добавочная стоимость для тех, кто хочет получить это преимущество. Но доменные имена раньше создавались 3-4 дня, и для меня это было лучше, как получателя спама, например, или как получателя фишинговых атак. Но меня никто не спрашивал, естественно. Поэтому мы не можем предотвратить это. Новые доменные имена от создания мы не можем остановить. Таким образом, есть и другие тактики, которые мы можем использовать после того, как эти имена создаются. Например, есть очень много компаний в области безопасности, которые, кстати, представлены в этой комнате, они продают сервис. Вы можете позвонить им и сказать, мое имя неправильно используется, и вот доменное имя, которое неправильно используется. Можете ли вы снять его? Да, и они делают регистрационные компании на сегодняшний день. Там у них целые департаменты есть, которые... У них есть телефонный имя, на который вы можете позвонить и жаловаться за нарушение интеллектуальной собственности, собственности, авторского права, или, может быть, какая-то речь ненависти, или что бы то ни было. Неправильная эксплуатация вашего домена имена. И эти компании, они часто принимают такие жалобы, некие специалисты, которые помогают корпорациям, чтобы быстрее эти доменные имена сносить. Доттк сделал дополнительный шаг. Они создали специальную опишку, которая позволила секьюрити-менеджерам предпринимать шаги, для того, чтобы быстро убивать эти поддельные ДНС. Потому что Доттк в основном использовалась для спамеров. Доттк. И все доменные имена, которые создавались в Доттк, это были поддельные в основном, в большинстве. И поэтому предположение реестром, оператором ТК было, что если вы упрощаете для индустрии безопасности удалять эти имена, это создаст спрос на новые доменные имена в ТК, Доттк. И они следовали этой логике, естественно, как сервис, чтобы зарабатывать. Но мы уже знали, с примера спам-ассасина, который я привел вам ранее, то, что вы не должны делать. В вашем рекурсивном ответе на при защите самого себя, последующие действия будут инкрементальны. И преступники в своей эволюции будут еще быстрее развиваться, чем вы. Это то, что они будут делать. Я лучше предпочту альтернативы, которые более конечные, более целостные. Таким образом, борьба с Ботнетом, это фактически такая бесконечная битва. Гораздо лучше оставить Ботнет на месте до тех пор, пока вы не сможете арестовать и наказать и посадить тех людей, которые создали этот Ботнет. Потому что иначе все, что вы будете делать, вы будете учиться их прятаться еще лучше, чем они прятались. И они на следующий день будут распространяться и увеличиваться в количестве. Как Гидра со своими головами растущими вместо отрубленных. Ну, как бы то ни было, эта тактика... Все эти тактики, они были бесполезны, и я их ненавижу. Потому что все, что они делают, они позволяют Ботнетам бесконечно наращивать новые головы. И мы должны находить новые пути для преимущества. И поэтому выработали новые тактики. Если мы хотим бороться с ними у своего порога, чем искать где-то там удаленно, где они там создаются, и затем быстро сносить их, то тогда нам нужно искать, что же мы можем делать в своих сетях. Традиционно, то, каким образом мы защищали свои сети, это с посредством фаерволов, межсетевых экранов. Например, IP-адреса, порты мы смотрели, которые они неправильно использовали. И затем межсетевой экран блокировали эти порты. И мы выработали так называемый RPG, это фаервол на уровне DNS. Я поговорю о нем буквально через пару минут. Но первое, что я хотел бы сказать, это то, что современные межсетевые экраны, они не запрограммированы так, как они были запрограммированы в 1988 году. Потому что раньше вы логилились через SSH или через командную строку, интерпретатор командной строки давал вам новые правила, что блокировать трафик отсюда-отсюда и блокировать трафик оттуда. Примерно таким образом они работали. Но сейчас это уже не работает в таких масштабах, потому что наверняка у вас их необходимо конфигурировать. И оборачиваемость, добавление новых правил и истечение старых правил, сейчас эта частота гораздо больше, чем человек может в реальной жизни сделать. Таким образом, мы подписную модель IP, межсетевые экраны начали создаваться, которые подписываются на определенные политики, которые разрабатываются в разных местах. И это то направление, которое мы начали следовать в нашем развитии. И так в Кранции RPZ выносит политику межсетевого экрана файл в зоне. Зоновый файл. И делает конфигурацию вашего фаервола сложной для чтения, но многие именно и сервера на сегодняшний день хорошо защищенные сети. И мы приняли решение для передачи зон. Если мы можем правила фаервола содержать в зоне, то тогда они будут недостижимы извне. И это предполагалось как открытый стандарт. Он не был запатентован, не был защищен авторскими правами, никакими вообще правами. И он не был защищен, потому что мы хотели создать открытый рынок с большим количеством производителей, компаний безопасности, которые производили бы в этом формате правила для фаервола. А люди просто бы подписывались на эти правила. Некоторые из них бесплатные, некоторые из них платные. Но так или иначе, этот формат является важной частью для фаерволов. И именной сервер дает вам возможность подписываться на несколько разных фидов этих политик. Таким образом, некоторые из них бесплатные, некоторые из них коммерческие фаерволовые фиды, на которые вы подписываетесь. Через именные сервера это можно легко будет сделать для того, чтобы защитить себя максимальным образом. Вы можете создать собственные правила фаервола, и затем выкладывать в сетевой операционный центр таким образом, что по мере того, как вы защищаете себя от тех вещей, которые вы не могли разрешить раньше, вы можете поддерживать эти правила на локальном уровне. И что вы фактически делаете? Фильтрование – это ваши вопросы. Но мы пытаемся делать вещи, и они выглядят, как будто они существуют. Многие компании не могут следовать этому риску. Таким образом, политики фаерволов следуют требованиям их клиентов. Особенно, когда дело касается веб-страниц, это предупреждает их клиентов в отношении того, что делается с ними. Эта информация также доступна. Я не буду углубляться в детали, за исключением того, что я скажу, что каждая политика фаервола имеет очень много путей для запуска правила и много действий, которые можно применять, если этот триггер возникает. РПЗ имеет в себе все, что необходимо, чтобы помочь вам в этом. И он может добавить вам некоторые дополнительные вещи, но он содержит все, что вам необходимо для того, чтобы запускать эти правила. Если вы хотите более детально узнать об этой технологии, можете сконтактировать с нами, мы вас проинформируем. То есть вы можете использовать это для того, чтобы блокировать DJ и ботнеты, командно-контрольные имена и компьютеры, которые вы уже знаете, как и вы их действуете. Вы также можете блокировать по серверным именам. Например, вы можете не знать доменное имя, но вы можете знать имя сервера, и можете заблокировать это серверное имя перед тем, как оно даже создается. Также вы можете блокировать целевые адреса. То есть может быть даже не сервер, не имя, но также разрешенные сервера. Это очень круто, потому что спамхаус-команды имеют большое количество слаж 18-х серверов, которые, как мы выявили, были VPN-провайдерами для преступников. Но так или иначе, если вы посмотрите на эти вещи, если вы создаете их в таком формате и говорите, я не хочу резолвить доменные имена для именных серверов, если резолвированное имя – это имя вот в рамках этого нетблока. Это очень мощный инструмент. Итак, это абсолютно открытая технология. Код, который мы используем, он открытый. И PowerDNS имеет целый ряд групп, которые работают вот с этими тремя рекурсивными серверами. То есть у вас уже имеются эти возможности. Наверняка вы просто о них не знали до тех пор, пока вы не пришли сюда сегодня. Это будет вам стоить маленькую долю вашего времени и усилий. И если 95% вашей процессорной мощности используется для поиска DNS-ов, возьмите вот эти оставшиеся 5%. Но если вы 20% вашей процессорной мощности на DNS-респонсе, то тогда вы измените всего лишь на 21%. 1% добавится. То есть максимум 5% порог для того, чтобы внедрить эти политики. Таким образом, производительность, она очень хорошо оптимизирована. Также я упомянул, РПЗ – это не ETF-стандарт. ИТФ – это зрелая организация, это зрелая стандартная организация, которая значит, что многие люди, которые основали ее, они не стандартизируют новые инженерные решения, но они предотвращают конкурентов от того, чтобы стандартизировать свои новые решения. Таким образом, у них очень много оборонной работы, которая делает сейчас YETF. И эта конкретная функция, как я ее представил, она является для них… Я в 2009 году ее представил, когда мы только ее придумали. Нас изначально не приняли в YETF. И YETF не подтверждает это, потому что им это не понравилось. Таким образом, нам пришлось разработать новый процесс стандартизации, потому что иначе YETF просто бы, скорее всего, поменял бы все. И я очень горько отношусь к YETF, потому что они сделали много хороших вещей. Я посещал многие из их мероприятий, которые я больше не посещаю именно по этой причине. Это, так сказать, интервендорный стандарт. Итак, мы все, мы следуем времени. Да, не отстаю пока. Итак, в дополнение к предотвращению DDoS и контента, который превращается в Firewall, следующее, что важно о DNS, то, что мы еще не охватили, в его первоначальной реализации также это было не реализовано. И это логи запросов и ответов. То есть, то, что ваш именной сервер делает. Вы можете видеть, что он работает, вы знаете, что он работает, потому что вы получаете жалобы, но вы на самом деле не имеете хорошего отслеживания того, что происходит там. И мы начали задуматься об этом. И с точки зрения безопасности, вы не можете знать, насколько вы безопасны, если вы не уделяете внимания своим логам. И вот та же самая картинка, которую я вам показывал раньше. Резолверы снизу, PII, кеширование и так далее. И что вы видите еще здесь? Это пассивный DNS-датчик, который наблюдает за пакетами, которые идут вверх из реквельсированного. И нужно отметить, что это очень четко с нашей стороны, то, что нету PII, по которым мы собираем данные. Мы не хотим использовать это для наблюдения. Но что мы хотим делать? Мы хотим собирать информацию о том, что содержит в себе DNS, а не о том, кто получает к нему доступ. Таким образом, это то, что я сейчас делаю. Я иногда делаю это коммерчески, иногда некоммерчески. Если вы исследователь и некоммерческая организация, или студент, или если вы супергерой, который хочет предотвратить мировое зло из вашего дома после того, как заканчивает свою работу, вы можете обратиться ко мне. И вы можете использовать наши сервисы без какой-либо компенсации. Мы ни одного цента с вас не попросим. Это будет бесплатно для вас. Коммерческое использование также, естественно, оно не бесплатно, но рассматривайте это через линзу не как продукта, а того, как мы можем еще использовать DNS для пользы. Мы делаем этот инструмент в режиме реального времени для большого количества аналитиков. И это вот база данных, которую я продемонстрирую здесь. Традиционный поиск DNS предоставляет имя и тип, и спрашивает DNS, какие записи связывают с этим именем и типом. И что мы видим здесь? Вот здесь я делаю запрос в базу данных, вы видите историю, что является правдой сейчас. Это не правда сейчас, но это была правдой некоторое время назад. И здесь вы можете угадать, что в какой-то момент времени Wix.com, он был выставлен на продажу. В конце концов, я в конце концов его продал. И купил себе новую машину за эти деньги. Но не это важно здесь. Но что важно, это то, что вы как аналитика в области безопасности делаете рекурсированный анализ против Wix.com. Вы будете знать, что я подменил общую цель этого домена как интернет-сервис-провайдер, который был соединен с чем-то между октябрем и маем 2013 года. И это может быть очень интересной информацией. Если изменения вот этой дельты показывают нам истории, отмечают, что я поменял провайдеров, то вы, как защищаемая сторона, можете связаться с моим старым провайдером и выяснить, поступали ли жалобы. Или даже выяснить, есть ли у них какие-то записи об адресе здания, против которого можно подать в суд. Таким образом, это всего лишь историческая, ретроспективная функция. А здесь мы показываем вайлд-карточки. Вайлд-карты – это часть DNS-протокола, которая делается сервером. В данном случае мы делаем их пассивно. И что я запрашиваю здесь, это все поддомены x.com, в x.com, которые имеют а-записи. Для моего Камкаст-бизнеса, иначе бы они не подходили бы на этот слайд. Потому что мы использовали этот x.com для большого количества джанка. Сейчас он больше не операционный, не действует. Но это некая инвентаризация всех имен, которые там были проявлены. И это очень интересно. Потому что если бы вы были преступниками, если бы вы пытались меня найти, вы были очень заинтересованы узнать в том, какие связанные имена я создавал в дополнение к тем, которые я хотел использовать для того, чтобы подставить вам. И в этом примере, давайте посмотрим поиск с правой стороны. Я больше не смотрю на имя и какие типы идут с ним, но я смотрю на записи и говорю, какие имена были зарезовлены вот в этом случае. В данном случае это был MX. И это очень интересно. Первый раз, когда я делал этот доклад впервые в бывшей советской стране, я, кстати, с Wix.com перешел на Wix.su. Спасибо за то, что вы позволили мне зарегистрировать SU. Но так или иначе, я искал все имена, которые использовали определенное значение MX. И даже там был аспект конфигурации, управления конфигурацией, потому что у меня было очень много таких пустых доменов. Я даже не помнил, какими я владел из них. И как раз таким образом я мог узнать, какие из них мне нужно правильно. То есть это вот не из области безопасности, как можно использовать. Если бы я был преступником, то знание всех других имен, через которые я раутил электронную почту, было бы очень интересно и полезно. знать таковые. У меня есть друзья в ФБР, и я хотел поздравить их, насколько прозрачна их сеть. За шестилетнюю историю моей базы данных они не поменяли на одно из этих значений. Я подумал, о, это классно. Большинство людей имеют еще больше пустой информации на своих доменах. Но перед тем, как я мог их поздравить с этим, насколько их чиста сеть, я посмотрел на остальную часть их сетей. И это поиск правой стороны на основании нетлока. И я говорю, я хочу знать все имена, которые имели адрес в слаж 24, в дробь 24. И вот откуда весь мусор произошел. Потому что мы раскрываем очень много вещей, которые, например, если бы ФБР не был бы публично ассоциирован с другими, но если вы ставите дробь 24, то вы публично ассоциируетесь с ним. Поэтому, опять же, если бы ФБР был бы преступной организацией, некоторые рассматривают их таковыми, то это была бы возможность найти и узнать, кому еще этот ISP-провайдер продавал свои сервисы в рамках своей тактики. Или если это фактически владелец сети, вы хотите знать, какие другие бизнесы с ним работают, потому что наверняка им нужно было бы создавать большое количество записей, которые бы имели свои адреса в своей записной книжке. Итак, давайте не бойтесь, я покажу вам результаты того, что я называю dead-формат. За это я и люблю DNS. Но это не то, как система работает внутри. Поэтому, если вы хотите написать программный код, который использует этот сервис, или любые другие сервисы, которые я упоминал, которые используют тот же API, вы будете говорить на протоколе JSON, который показан ниже. И все результаты, которые я показываю вам, они производятся инструментом, а не сервисом. И в этом примере я выключил его для того, чтобы показать вам, как выглядит схема JSON. Итак, мы не единственный DNS-провайдер. Существует много DNS-проектов по всему миру. Австрийцы, например, владеют одним из них. 360 сеть в Китае, например, есть. И они все говорят на одном протоколе, потому что мы создали его изначально, затем сделали IETF, интернет-протокол. То есть, если вы пишете инструмент, который работает с любым из этих сервисов, он будет говорить и с другими сервисами. И вот этот интернет-драйв становится неким стандартом. Но наш сенсор также является open-source. Мы делаем это для того, чтобы люди, которые делятся данными с нами, могли испытывать программный код, чтобы не было бэкдоров. И также, чтобы мы знали и количество других проектов, которые работают с нашим сенсором, для того, чтобы собирать данные. И, может быть, локально, для каких-то корпоративных целей. Или, может быть, для того, чтобы создавать еще одну DNS-систему. Это в порядке. Именно open-source сделал интернет таковым, каким он является сегодня, а не что иное. И я хочу упомянуть, что если ваша цель в использовании этой технологии не генерирует вам никаких прибыли, и вы делаете это из благих намерений, то можете сконтактироваться со мной, и мои услуги будут бесплатные. Потому что мы пытаемся делать интернет более безопасным местом для существования, иначе мы не достигнем поставленной перед собой цели, если мы будем только преследовать коммерческие цели. Здесь вы видите несколько ссылочек, которые я предоставил, копию этих слайдов организаторам, поэтому вы можете получить их для своих целей. Нет необходимости делать заметки. Но здесь вы видите различные ссылки и сайты, которые описывают те технологии, о которых я говорил сегодня. Итак, у меня осталось примерно 9 минут, которые я хотел бы использовать и ответить на ваши вопросы, если таковые имеются. Спасибо за ваш доклад. Если бы вы могли изменить и передизайнить интернет сначала, что бы вы изменили? Мне бы пришлось добавить еще один слой QDP. Это такой легковесный протокол сессий. И правила большого пальца. Многие из вас не пропускали бы легкие UDP-пакеты в рамках сессий. Я думаю, я бы также более длинные адреса предлагал, чтобы не было необходимости проходить через вот этот переходный период IPv6, через который мы проходим сейчас. Спасибо. Акьюри в лапс несколько комментариев. Прежде всего, да, многие люди обвиняли DNS за DDoS-атаки. И, кстати, это не DNS только, как вы говорили, но это в основном UDP-протоколы в том, каким образом мы создаем их. Да, UDP – это стандарт. И он таков, как ему является. Но если бы кто-то из вас создавал UDP-протокол, пожалуйста, пожалуйста, не делайте ответы на неидентифицированные IP-адреса больше по размеру, чем запросы. Да, спасибо, Александр. Я хотел бы даже еще дальше зайти в вашем ответе. DNS – это единственное, что использует UDP, которое не land-based. И NTP также не land-based, насколько он может быть. DNS должен быть глобальным. Он не привязан к какой-то зоне. И нет никакой возможности сделать DNS достаточно быстрым с использованием TCP. Таким образом, любой UDP-протокол должен обладать сессионным уровнем для того, чтобы предотвратить подобные вещи. Но DNS должен иметь его больше, чем что другое. И DNS наиболее популярным является и наиболее неправильно используемым, чем UDP-протокол. Также я хотел бы сказать, что если вы... Ну, ладно, хватит. Не буду говорить. Другие вопросы. Если мы подумаем о DNSSEC... Я думаю, что DNSSEC... Как я упоминал раньше, во время своего доклада, мы работали над ним 18 лет уже. Мы пытались развернуть его последние 6 лет по максимуму. И он все еще не развернут по максимуму. И, кстати, текущая разработка DNSSEC-а, она очень инструктивная и интересная. Команда Комкаста управляет разработкой в этом направлении. То, что они называют... Забыл, как они его называют. Но это возможность отключения разрешения DNSSEC для некоторых частей имен. Причина, почему это они сделали, причина, почему они движутся именно в этом направлении исследования, это потому, что они включают DNS-валидацию с крупнейшими айбол-керриерами в США. И они на годы впереди многих других компаний. До тех пор, пока в один момент времени NASA пыталась запустить куда-то ракету. Это был живой стриминг запуска этой ракеты. И пользователи Комкаста не видели этот лайвстрим. И NASA был очень популярный в Соединенных Штатах Америки в то время. И когда что-то лайвстримилось по NASA, многие люди смотрели в Штатах. И никто из Комкаста не мог получить доступ. И причина заключалась в том, что NASA неправильную ключевую информацию по DNS-у туда ввела. То есть, да, они давали правильный адрес с неправильными подписями. А неправильные подписи заставили Комкаст отказывать в разрешении этих имен. И таким образом Комкаст умно задал этот вопрос. Зная все затраты, мы получили сто тысяч злых людей, которые начали нам звонить. И каково преимущество? Но преимущество в том, что атака, которая никогда не возникла, она бы и не сработала здесь. Ага. И после этого произошла NS-сек валидация. И валидация, и они знали, что некоторые домены имели неправильную ключевую информацию. То есть, они добавляли вот эти движущиеся карточки из 25 миллионов пользовательской сети для того, чтобы столкнуться с тем фактом, что первичное последствие DNS-сека на этот момент времени, то, что их сеть становится менее надежной по причине того, что у других людей имеется проблема управления ключами. И экономически говоря, это проблема в поиске решения. И я ожидаю, что эта проблема будет продолжаться таковой до тех пор, пока кто-то не предложит что-то, что будет являться более дешевым и менее опасным решением для того, чтобы предоставить точно такую же ценность и точно такое же решение. Поэтому я не уверен, что будет результатом, но пока еще никто не знает, как будет выглядеть DNS-сека, будет ли он реализован полностью или от него откажутся вообще. Еще один вопрос. Вы упомянули вот эти 18 лет. Не кажется ли вам, что это слишком долго для одного протокола? И затем, не думаете ли вы, что такая долгосрочная техническая разработка является ли она целесообразной для коммерческого пространства, где вы видите постоянные новые технологии, которые каждый год развиваются? 18 лет – это значит немножечко почти как человеческая жизнь. Да, 18 лет – это сумасшедший длительный период времени. И первоначальный NCP для ARPANET мы за 18 месяцев разработали, TCP IP за 9 месяцев мы разработали, а мы человека на Луну за 9 лет отправили. Поэтому, да, это сумасшедший длительный период времени. Никто не может делать никакого бизнес-планирования или инвестиций, или проектировать собственные продукты, если продукт зависит от этого технологии, если что-то требует столько времени, сколько это потребовало, и все еще неопределенно. Да, 18 лет – это значит, что по каким-то мерам это уже неудачный продукт. Можете ли вы каким-то образом сказать, что есть возможность для улучшения? Можем ли мы что-то изменить? Ну, это то, что произошло на самом деле. Раз в два года кто-то приходит и говорит, что DNSSEC был бы лучше, если бы мы начали сначала, с нуля. Потому что мы столько раз запускали его с нуля, поэтому он и длится так долго. Я уверен, что есть гораздо лучшие подходы, чем которые мы используем сейчас, но никто не хочет начинать с нуля сейчас. Поэтому мы являемся заложниками собственных ошибок. Я вижу, многие люди там сзади, они пришли, может быть, чтобы не слушать меня, слушать кого-то еще. Еще вопросы есть? Нету? Да? Ага, спасибо всем большое. Спасибо.